короче ребят такое дело во первых всем привет во вторых вот этот бородатый человек сказал мне что зачем покупать зачем покупать целую машину дорого если можно купить охренительную тачку битую за дешево и она по-любому будет еще и классом выше а мне кажется что лучше купить себе классного нового корейца или кого китайца чем купить себе старое битое говно которое будет ломаться все время вот и проголосуем в конце у кого тачка круче мы сейчас находимся почему в конце подожди давай проголосуем сразу вы как считаете что лучше купить себе какой-нибудь раздолбанный битый mercedes или купить себе нормального нового корейца как делают нормальные адекватные люди не вваливать потом в него там пять лет у него будет гарантия горе не знать и не вваливать него кучу бабла я считаю что корейцу которого я считаю что корейцу которого гарантия 5 лет это конечно круто но немножко скучно и нужно немножко что-то повеселее пободрее и короче про корейца потом услышите которая по-любому круче чем любые корейцы с гарантиями 5 лет а денег будет стоить столько же вот я считаю что лучше взять вот такую тачку игорь вообще в своем уме или нет смотри если ты купишь нового карьера я даже смотреть на это не хочу почему это вообще из салона не бита не крашена в гонках не участвовал ездила бабушка отвозила рассаду надо этому рассказывать будем через полгода когда соберем вот вот пиши хорошо а ты покупаешь ты покупаешь вещи в зара да потому что у тебя есть возможность покупать вещи за иди покупай в секонд хенде ты можешь купить там dolce gabbana поношенный за те же деньги и красный давайте купим себе новый гелик мне парень на день рождения подарил гелик сказал ну он немножко битый ты можешь восстановить продать альфа ромео восстановить его и будешь ездить на новом гелике у 63 их тут два а ты мне какое подарил я тебе правый он дешевле вот этот он примерно стоимость твоего нового корейца я же могу потом тебя все так написать у меня есть новый гелик и типа сфоткаться просто вот надпись 63 видно чтобы за что фонарь задний новый но в общем вы поняли что лучше новая машина лучше бюджетная битая машина но при этом все надо было раньше ладно погнали в калининград и я покажу вам а новая киа торренте поздний вечер это песня приобретает совершенно новый смысл друзья потому что мы находимся на тезраиле абсолютно нового киа sorento всем еще раз привет проверим размер багажнику поговаривают если здесь лежит сиденье сначала мы его откроем что здесь больше 700 литров объем багажника если сложить сиденье 2000 прикиньте чемоданчик только таких чемоданов тут можно уложить штук 500 почему так не закрывается пахнет новой машинкой нифига себе панорама только в багажнике разве что панораму нет чтоб чемоданом тоже светло было ахренеть тут качество я в шоке я вообще не ожидала такого ахренеть просто смотри видел ты видел какой лак охренеть круче чем на форму блин и такой да похоже блин а вот это как прикольно она открывается кстати блин охренеть знаете вот тут конечно потолка не хватает вот сразу хочется поиск антарка ну просто к салончик а у нифига то есть но по идее тоже семейный автомобиль да тут есть кнопка типа двигать это сиденье то есть получается ты ребенку надоел он тебя фигак и сложил и будет мне гриша рассказывать про то что купить блин старый гтр какой-нибудь в котором если говори правильно корыто старая корыто да реально в котором если боженька даст у тебя вообще есть регулировка сидений о как удобно о нифига вентиляция сидений а кстати где-то есть зарядка это бонус смотри смотришь и так не заряжается все еще не заряжается так проверяем зарядку еще раз так понимаешь да что зарядка не работает только в твоих руках блины игры только что делал все работало на этом и вырежь она работала блядь я первый раз положил она работала на грунте система работает с перебоями блин я не понимаю может я что-то не так делаю так давай короче это айфон давай проверим на андроида у нас еще андроид нам вот нам его подкинули давай не твой день сегодня в общем может я включить надо давай еще раз давай в последний раз один раз она началась заряжать ну теперь положи вытащи позже закон сразу так может два бы три бы так сейчас ты чем это близко снимать знаешь женщин нельзя с утраты близко снимать ну короче как всегда во всех наших историях виновата оказалась кто баба за рулем в общем это зарядка работает тогда беспроводная когда закрыта дверь в автомобиле а я пробовал с открытой дверью так что my bad фига это не кнопки это не кнопки это сенсор а че 23 чего холодно что никому прикинь это сенсор клево че так то двадцатый год на дворе а че экран тоже сенсорный причем работает нормально да ну да кстати быстро вообще все схватывает видишь штуки сенсорные так навигатор забор не сенсорный у нас давай это навигатор адресная книга добавят домашние адресные места а вот смотри все работает первый поезд не шутя себе вообще че как это запустить уж так все просто на самом деле все понятно здесь получается двузонный климат-контроль у тебя у меня о смотри удержание полосы работает а еще свой кондиционер у третьего ряда сидений будешь меня так близко снимать я тебя футборю а еще а еще здесь есть удержание полосы сейчас мы ее проверим так я отпускаю руль уфигайся уфигайся видел она сама рулит только нам на каечке я держала руки на руле так нам нам этот ряд короче вот видишь она опять включается я перестраиваюсь она мне все показывает блин вспомни как у меня на алисе посмотришь там надо вот так высунуто заднее посмотреть гранит конечно я в шоке обратно раз и она опять включается что это все видео эта функция работает только если включаешь поворотник если поворотник не включен то эти экранчики не загораются это короче функция прям для водителей плв как приучить себя включать поворотники экранчик хочет нам горел экранчик придется включить круто только включаешь задний ход и тут со всех сторон включается камера так удобно выезжать офигеть и сверху получается а как тут происходит а как она сверху снимает а как это сделали блин и сразу смотри вперед сразу камера включается видишь офигеть а как они сверху снимают а как это уже панорама как это работает а? ну короче вообще мне нравится блин вот был нет такой технологии все продаем Alfa Romeo да? ну а че реально такая же цена получится охренеть я очень приятно удивлена а кстати это мой первый раз на Киев знаете я не ездила на Киев никогда первый раз поэтому у меня такие впечатления эмоции я немножко в шоке здесь есть штатная навигация естественно она прикольная симпатичная но если вдруг вам очень хочется и вам больше нравится например google навигатор да? как мне фигак вы его подключаете и выводите на экран как и у любого внедорожника здесь есть режимы снег, грязь и песок вот песок я особенно хочу испробовать потому что я как известно часто застревала на пляже ехать а что делается что делать я не знаю блин с этой стороны еще хуже а я говорила не надо говорила я не надо вот так всегда че че не меняется судя по тому как быстро приехал трактор у нас тут таких много желающих сделать красивую фотографию меня тянут тянут по тянут бабуля стоит и горает я знаю получается вы нажимаете а появляется возможность выбрать оп send ну ну удобно что здесь есть камера такая хорошего качества ну я тебе хочу сказать что все мы приехали ну как делаешь такое то что ты едешь все ну ты просто спокойно чик-чик и все и выехал я тебе сделаю все значит утро у Оли не задалось вообще что ну как видишь когда опытный человек за рулем как бы все нормально то есть проблема опять была не по мне не по машине ну 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 красивому автомобилю красивый фон по песочку конечно было страшновато ехать так как у меня не складываются отношения с песком и с автомобилями но разговор не об этом разговор о том что kia sorento действительно удалась на славу мне кажется получился очень красивый очень достойный автомобиль а мне кажется в пределах 3 миллионов сложно найти ему конкурента и есть ощущение что он сейчас напад даст вообще всем конкурентам в этом классе а мордочка получилась агрессивная я наверное впервые такое говорю про автомобиль корейского производства но он правда агрессивный и самое главное что я люблю автомобиль это индивидуальность и если честно он не похож ни на один другой автомобиль немножко задней части он напомнил мне кулина но это по моему не очень да плохо мне кажется даже хорошо видали переднюю оптику лет взгляд тигра поговаривают но что то есть похоже на взгляд тигра по моему да или нет какой то трехглазый тигр так как я люблю быть с вами честной то не могу не сказать что в прошлых поколениях автомобиля kia передняя решетка оказалась не всегда такой знаете не очень дорогой а вот здесь это ощущение абсолютно пропало прям развеялось здесь она выглядит уже премиальный вот так же как и в салоне все материалы стали прям вот премиум классом так случилось и с внешностью обратите внимание что тут очень много хромированных деталей что добавляет внешнему виду автомобиля еще больше премиальность здесь хром хромированные ручки кстати ручка мне очень нравится как сделано очень красиво здесь хром вот тут такая красивая хромированная накладка кстати в этой комплектации самый богатый самый дорогой стоят 20 диски на предыдущий стоят 19 а начинается все с 17 радиуса но я конечно слабо представляю себе такой большой автомобиль на 17 колесиках видели 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 какой плавничок добавили вот вроде бы мелочь а изюминка сразу появилась дополнительно еще вот такой вот шикарный спойлер и кажется что спортивный автомобиль но рейлинги крепления для багажника на крыше конечно выдают что автомобиль семейный ну или для путешествий большой компании ключ от автомобиля в руках автомобиль закрыт о чем свидетельствуют закрытые боковые зеркала и проверяем бесключевой доступ сработало сразу безупречно признавайте сколько раз с вами было такое что вы вышли из автомобиля и забыли закрыть окна и так здесь это работает очень просто закрыли машину зажали кнопку и они сами закрылись мистика а еще у этого очень современного автомобиля есть крутая функция дистанционный запуск двигателя с ключа и так раз два magic так попытка номер два но это проблема не в машине это проблема во мне я как-то не дружусь все я включила песок зачем ты так газуешь на песке не надо вообще еле еле прям вот так накатиком тык-тык-тык но ты закопала сейчас включая заднюю передачу и потихоньку назад короче пацаны оффроуд не мое остался где-то черт и все я не знаю почему у меня не получается ничего я пошла подамся подамся лучше в поварите подамся кое-как на как ты Ребята, тут такое дело. Я сегодня утром, пока одевалась, дернула кофту, у меня теперь дырка на ней. Но так как у меня с собой нет другой одежды, уж простите, можете там написать в комментарии, Оля, кофта с дыркой, ну как обычно. Вот такая предыстория, просто чтобы избежать вот эти все неловкие моменты, когда вы будете думать, что я об этом не знаю. Итак, шикарная погода в Калининграде, шикарный синий автомобиль, и сейчас я немножко расскажу про его двигатель. Вот такая красота. Это абсолютно новая разработка компании KIA. Новый двигатель, он дизельный, 2,2, и разгоняется до сотки с таким мотором. Машина за 9,2 секунды. Расход топлива 6 литров. Но мне кажется, что будет примерно 6,5 и 7. Во всяком случае, по тому тест-драйву, который я успела сделать, примерно такой расход. Но это вообще немного. Это комплектация Premium Plus, и на нее пока нельзя установить бензиновый мотор. Чуть позже выйдет версия с мотором V6. Ну а пока наслаждайтесь дизелем. И если честно, мне кажется, это прекрасный вариант. Учитывая, что здесь бак 67 литров, это значит, что заправляться вы будете, ну, раз в неделю, а может даже реже. Кстати, в этом поколении двигатель стал легче на 19 килограмм. Блин, мне бы похудеть хотя бы на 10. А все за счет того, что он теперь алюминиевый. Кстати, забыла рассказать одну фишку во внешности. Обратите внимание, обратите, обратите. Где щетка? Ааа, она есть. И спрятана она вот здесь. И выезжает только тогда, когда необходимо. Вот я ее даже вытащить не могу, но вот можете посмотреть. Мне кажется, это очень крутое решение. Я не понимаю, почему никто не догадался до этого. Прежде, потому что здесь она всегда портила вид и создавала какой-то, знаете, такой, пахло от нее прошлым. А сейчас ее не видно, но при этом она также функционально работает, когда нужна. Вот здесь раскладывается третий ряд сидений. Теперь у третьего ряда сидений есть собственный климат-контроль, собственный кондиционер. Тут тебе и розетка, и подстаканники для третьего ряда. Очень удобные кармашки, чтобы можно было сложить всякую мелочь. Кстати, всего в автомобиле 16 отсеков для хранения мелочей. И если мальчики сейчас такие вау, то я вам как женщины говорю, что ну такое, учитывая нашу способность захламлять все, вся и везде, то буквально через три часа там будет все забито помадами, которые нам совершенно не нужны с собой в машине, но мы их будем складывать, потому что у нас есть 16 отсеков. Сейчас мы посмотрим, насколько это просто. Судя по всему, вот эти штучки как раз для этого и нужны. Оп! Где лофт? Две секунды. Оп! И все. Вот правда, куда теперь складывать вещи, непонятно. Но, кстати, места действительно достаточно много. И самое приятное, что второй ряда сидений он регулируется, то есть его можно подвинуть чуть-чуть ближе, и здесь будет еще больше места. Плюс, как я уже говорила, тут собственная инфраструктура, собственный климат, на минуточку розеточка, два USB. Ну, короче, ездить в этом автомобиле в Семером абсолютно комфортно. А давайте попробуем разобраться, как залезть на этот третий ряд сидений, ведь вряд ли туда как-то проникаешь из багажника. Смотрите, оп! Офигеть, как удобно! Раз! И ты уже в машинке. Уселся тут как воробушек на жердочке. Мне все нравится. И даже немножко панорамы заезжает на третий ряд сидений. Выпустите меня! Как тут, давай, братцы! Что за дела вообще? Свободу попугая! Если что, можно это сделать вот так. Ой, все разломала. Та-дам! Для самых нетерпеливых выбраться с третьего ряда сидений можно показанным способом, но мне кажется, стоит дождаться того, когда вам откроют двери. Понимаете, да? По нам сразу видно, кто работает в команде, а кто ест. Все, вернула все как было. Че снимаешь? Помог бы! Я как старуха шел. Бог тебе в помощь. А? И пусть тебе поможет небо! Багажник закрывается с кнопочки. Все удобно. Давайте проверим комфорт второго ряда сидений. Так. Ну вот, предположим, что сидят задние, сзади три сидят пассажиров, и даже в таком положении с ростом метр семьдесят достаточно много места. Ну, а если нет третьего ряда сидений, то здесь вообще место, как в Майбахе. И качество кожи, кстати, не уступает. Эта кожа Napa, она идет только в этой комплектации. Если честно, на ощупь она очень приятная. Очень классная отделка. Очень удобные подголовники. Ее даже просто гладить приятно. Ну, тут, соответственно, тоже двухзонный климат-контроль. То есть ты можешь его и отключить, и развернуть. Отсюда ты можешь регулировать переднее сидение. Вдруг тебе этот холоп спереди надоест. Смотрите, USB вход здесь, 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 здесь. Здесь, это мы уже сколько насчитали? Как минимум шесть, еще две розетки. И еще три спереди. То есть вам, даже если вы едите в семером, не придется драться за единственный USB в автомобиле, за то, чей телефон будет заряжен. Вы можете заряжать сразу все мобильные устройства, еще два iPad. В общем, никаких проблем. Кстати, драться вам не придется не только за заряженное мобильное устройство, а еще и, сейчас расскажу вам ситуацию, представьте, вы едете со своим другом, он включил музыку со своего телефона, вы наслаждаетесь поездкой, и вдруг ему звонят по работе. И вместо того, чтобы слушать замысловатые песни Земфиры, вам приходится слушать о том, как сильно рынок просел из-за пандемии. Здесь эта проблема решена. К автомобилю можно подключить сразу два мобильных устройства, то есть он может спокойно разговаривать по своему телефону, а вы в этот момент будете слушать музыку со своего мобильного устройства. Кайф! Ох, ребятушки, чего в этом автомобиле только нет! Антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости, помощь при экстренном торможении и предупреждении о нем, ассистент старта на подъеме, система помощи при спуске, интегрированная система активного управления, система курсовой устойчивости прицепа, контроль давления в шинах, напоминание о пассажирах на заднем ряду сидений. Самое приятное, что все эти опции уже установлены даже в базовой комплектации нового Kia Sorento. Огромный экран! 12,3 дюйма. Такой же точно стоит и в комплектации премиум, у всех остальных они попроще, там 10,2 и 8 дюймов. Но мне, как девушке, не настолько важен размер, насколько важно, чтобы в нем было легко разобраться, чтобы я могла быстро и без проблем подключить свой телефон, так, базе заиграла, чтобы я могла легко разобраться в навигаторе, вот во всех, во всех примочках. И здесь это удалось, все очень эргономично, не только в, на самом деле, в мультимеди, но и в принципе в салоне. Все кнопки понятные, удобные, ничего лишнего, все, что нужно, отключается и включается здесь. Подогрев сиденья, вентиляция сиденья, все вот оно. Мне некомфортно вот такая коробка передач, в таком исполнении она только в этой комплектации. Мне гораздо привычнее, приятнее, обычный рычаг переключения передач. Она мне еще в Ягуаре не понравилась, там похожая коробка, вот, вот мне, не знаю, мне лично просто некомфортно. Кстати, напишите, как вам, вам понравится, не понравится, не знаю. А так, вообще, миллион кармашков, есть куда положить ключи, поставить воду, поставить воду сюда. Подрулевые лепестки, кстати, обратите внимание. То есть, когда ты включаешь автомобиль в режим спорт, она больше не управляется автоматически. Ты должен сам переключать передачи при помощи лепестков, чтобы еще лучше почувствовать, то, как классно стал управлять этот автомобиль. Я попробовала его на большой скорости, он действительно очень классно едет. Ну, короче, что я хочу сказать в итоге? Что этот автомобиль порвет всех конкурентов. Вот даже если просто посмотреть и сравнить его с теми моделями, которые сейчас есть на рынке, я не понимаю, кто за такую же цену, да, вот эта машина стоит 3 миллиона, там, 160 тысяч рублей или 150 тысяч рублей, кто за такие же деньги предложит такое же количество опций, такое же качество, еще вот эту безумную панорамную крышу. Для меня это вообще, Оля увидела панорамную крышу, все, до свидания. Мне кажется, пока никто, и мне кажется, что сейчас вот немецким автомобилем, да, на тому же концерну BMW, который там за те же 3 миллиона, предложит вам два сидения, корпуса, четыре колеса 16-го радиуса. Мне кажется, им будет очень сложно, и мне кажется, когда в наших головах сломается вот этот стереотип, что надо покупать BMW, просто потому, что это BMW, пусть это старая помойка, битая, в которой ни хрена нет, или там новая, но полностью пустая, у которой там еще на механике тканевый салон за те же 3 миллиона, тогда, мне кажется, люди начнут выбирать именно вот такие автомобили, не будут слушать Гришу, покупать вот эти вот битые, перебитые тачки, лишь бы блеснуть брендом. Я считаю, что Kia уже утвердились как бренд вообще в принципе на мировом рынке, уж тем более на российском, как надежный автомобиль. Но недаром они дают гарантию 5 лет, вот, с этим тоже мало кто сравнится, потому что они уверены в качестве своих автомобилей, и все мои знакомые, у кого были Kia, а их, кстати, немало, все очень довольны качеством автомобиля, но мне лично прежде не очень нравилось качество салона, но вот сейчас, когда я попробовала новый Kia Sorento, попробовала его одной из первых, а с такой музыкой она включается и выключается, кстати. Попробовала его одной из первых, я впечатлилась и поняла, что будущее наступило, будущее корейских автомобилей, теперь они и красивые, и качественные, и доступные по цене, поэтому выбор за вами, вот этот вот старый хлам, битый, перебитый, без ничего, или надежный, классный автомобиль, который ты купил, и не забыл вообще никаких вложений, сделал ты ошечку вовремя, и катайся хоть 50 лет, ну, 50 лет, конечно, я гарантии не даю, но мне кажется, лет 10 она вообще пробегает, и горе знать вас с ней не будет. А с вами был канал Somany Horses, Оля и Kia Sorento, горян за кадром, а еще с нами был Гриша, который все еще думает, что лучше покупать битые машины. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok